После того, как я выложил на канал обзор финального эпизода «Ходячих», недолго думая, понял, что финальным роликом в этом году надо сделать топ финальных эпизодов каждого сезона «Ходячих». Хоть я и не люблю делать топы, мне это кажется скучноватым, их любили на канале смотреть вы, а топов не было уже очень давно. Хотя, этот ролик я бы даже не топом назвал, а чем-то вроде «от худшего до лучшего». Звучит уже не так неприятно, как слово «топ». Всё, затягивать не буду. Давайте начнём. Худшим лично для меня является финал седьмого сезона. И хоть в других роликах на канале я уже освещал его проблемы и говорил, почему он плох, на мой взгляд, думаю, стоит сделать это снова. Сей эпизод очень сильно затянут. Куча вставок с лежащей в гробу Саши и её флэшбэками. Куча пустых диалогов о том, что Риг с командой победит. А в итоге, пара неплохих моментов в лице «Ходячей» Саши и этого диалога. И даже они затмеваются нелепой постановкой, глупой музыкой на фоне, столь же глупой перестрелкой и ничего более в эпизоде нет. Довольно слабая серия, которая могла стать чем-то намного большим, чем по итогу стала. Долго обсуждать не хочу, потому давайте пойдём дальше. Кто бы мог подумать, что финал восьмого сезона окажется рядом? Да кто угодно мог так подумать, потому что эпизод слабый, хоть и не настолько, как ранее обсуждаемый. Его проблемой уже больше является то, что причиной поражения Нигана стал лишь один человек. Что с одной стороны и хорошо, и логично как бы, а с другой досадно. Такая продолжительная арка длиной в 30 плюс эпизодов кончается вот так просто. И по факту самое интересное происходит лишь в первой половине финала. За 20 минут с Ниганом быстро справляются, в итоге оказывается, что сцены с Риком, которые нас дразнили на протяжении сезона, ничего толком не значат. А остальную часть эпизода нас будут ждать одни лишь диалоги, из которых единственное, что может вызвать эмоции, это тот, где Дуайт извиняется перед Диксоном. Я-то в целом нормально отношусь к эпизоду, но объективно он проблемный. Поэтому пускай будет здесь. Сейчас, возможно, многие удивились. Как же этот эпизод оказался около финала восьмого сезона? Ну, просто серия эта не воспринимается мной как финал. Ему чего-то словно не хватает. И итоговая развязка с тем, что Морган встречает Рика, вообще не цепляет никак. Однозначно было немало хороших моментов, таких как поход Гейба, убийство Риком Ходячего очень клевым способом, ну и эта сцена. Но в остальном мне вот не хватило, и предыдущие несколько эпизодов куда больше тянули на финальные, чем этот. А я напомню, что в пятнадцатом эпизоде Рик дрался с мужем Джесси. До этого серия была про храброго Юджина и поход наших с дурачками из Александрии за припасами. И это были шикарные эпизоды, и на фоне их финал пятого сезона кажется не особо классным. Вообще то же самое можно сказать и о финале девятого сезона. После той жести, что мы видели эпизодом ранее, нам дают довольно размеренный эпизод, который хоть и может в интригу, но как такового накала в нем нет. Он больше расслабляющий и нужен в основном для первого ввода зимних локаций в шоу. Это его главная фишка. Он этим развлекает, выводя фэндом из привычных зеленых и теплых лесов на холодные заснеженные локации, привнося тем самым некоторые фишки в виде подснежных ходячих, а также вот таких вот классных моментов. В основном, эта серия служит некоторым мостиком между сценой с кольями и началом уже полноценного перехода в конфликт в начале десятого сезона. Она создает некоторый плавный переход, с чем очень даже неплохо справляется. Концовка десятого сезона. За нее беру я именно 22 эпизод, а не 16, который должен был стать изначально финальным. И будь в топе именно он, то серия оказалась бы повыше, но нет. Главное, не подумайте, я люблю этот эпизод про Нигана. Он очень классный, его становление показали хоть и частично странным, каким-то сумбурным, но в то же время драматичным, сильным и классным. И как бы я не любил этот эпизод, отрицать того, что он не подходит для финала, я не могу. Потому он на такой позиции. Для многих это окажется шоком, но на мой вкус финал первого сезона не такой шикарный, каким его многие считают. Для меня все упирается именно в Аркус ЦКЗ, которую я не люблю. У меня ходячие всегда воспринимались историей именно более приземленной, а не чем-то уровня Войны Миров Z и так далее, где эта тема вируса как раз таки затрагивалась. И отличались для меня ходячие от подобных фильмов, коих очень много именно этим. Своей локальностью, приземленностью и так далее. Потому на вирус мне было абсолютно всегда плевать. Да и мы чего-то невероятно нового так и не узнали оттуда. Да, Джен рассказал Рику о том, что все заражены, но в конце второго сезона герои и так бы узнали об этом. Твист с таймером единственное, что разбавило этот эпизод для меня. Вот такое вот непопулярное мнение. Я не знаю почему, но финал всего шоу захотелось мне поставить выше, чем финал первого сезона. И это тоже может быть шоком для многих. Учитывая каким вышел ролик по количеству моего занудного бормотания касательно проблем этой серии. Но тем не менее, накалистых моментов в ней было куда больше. Эмоций было больше. Да и если сравнивать взрывы в этих эпизодах, то дела в конце шоу обстоят тоже получше. Да. Вообще полное мнение по этому эпизоду слушайте в ролике. А мы пойдем дальше. Этот эпизод словил на себя очень-очень много хейта. Причиной тому, конечно же, стал клиффхенгер в конце эпизода. Но блин, я считаю, что серию закидали камнями незаслуженно. На протяжении просмотра ее ощущается постоянный накал. Ты переживаешь за героев, подозревая, что будет в конце. Итогом становится появление, конечно же, долгожданного Нигана. Которого тогда прям весь фэндом, по-моему, ждал. В итоге кульминация эта сыграет на эмоциях уже в будущем, через полгода. Потому клиффхенгер сей я не считаю чем-то прям плохим. А еще в эпизоде была неплохая линия с Кэрол и Морганом. Так что, на мой взгляд, эпизод очень даже качественный. Финал третьего сезона раньше мне не особо нравился. Но со временем к нему я стал относиться лучше. В нем хоть и не было много экшена. Тем не менее, была интрига с планом наших. И тем, что они на самом деле хотели сделать для победы над Филиппом. Довольно неплохими оказались уходы Милтона и Андреа. Лично мне первого было очень даже сильно жаль. Потому что раньше некоторых второстепенных героев прописывали очень даже хорошо. И Милтон исключением не был. Казалось бы, обычный финал. Но все же я очень сильно люблю арку с губернатором. Потому этот эпизод будет на третьем месте. Та же история с концовкой следующего сезона. Раньше я к ней относился как-то снисходительно. Но потом начал крайне сильно от нее кайфовать. Мне очень сильно в этой части сезона нравились скитания Рика, Мишон и Карла. А также присоединение Дэрила к каким-то чудикам. А в итоге эти две линии в конце четвертого сезона сходятся в одну. И мы получаем просто невероятную вот эту сцену. Которую уже без сомнения можно назвать культовой. Не успеваем, что мы, что персонажи опомнится. Как на нас уже скидывают сюжетный поворот с тем, что терминус не убежище. А все герои оказываются в ловушке. Отличный эпизод с очень большим количеством классных моментов. Очевидно, второй сезон со своим финалом оказывается на первом месте. В этом эпизоде тоже было очень много накала. Умирает несколько статистов. Но ты все же волнуешься в сцене боя с ходячими абсолютно за всех. Тогда никто из персонажей застрахован не был. А потому ожидать можно было смерть чьи угодно. И поставлена эта сцена была просто чудесна. И кадры чудесные были. Осталась также на тот момент тайна и судьба Андреа. Ведь ей по пути встретилась незнакомка с мертвецами. Что посеяло зерно интриги. Вскрывается правда о том, что все заражены. А Рик с этого момента становится единственным диктатором правил в этой маленькой группе. Какой же это чудесный эпизод. Я пересмотрел его огромное количество раз. Он шикарный. Он просто супер эпичный. Эмоциональный. И заслуживает быть на первом месте. Такой вот у меня вышел топ финалов. Пишите свой топ в комментариях. Будет интересно почитать. Ну а на этом все. Если вам понравилось видео, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, а также оставить комментарий. Помимо этого тыкаем на колокол, чтобы не пропускать новые ролики. Подписываемся на телеграм, поддерживаем канал на бусти и не забываем о группе во вконтакте. Услышимся уже в следующем году. Всех с наступающим новым годом и до скорых видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...